Здравствуйте! В эфире Народные новости. Всё самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Гавриленко. И вот что вас ждёт в этом выпуске. Африканские страсти по-арабски. Гепарды и жирафы в сердце каменных джунглей. Жизнь в розовом цвете. Как бутоны превращаются в золото. Ночь в музее. Казахстанская версия. В Караганде ожили скульптуры. Небоскрёбы, стрелой уходящие ввысь, ультрасовременные строения и роскошные отели. Меркнут, когда мимо проносятся стадо антилоп, преследуемое гепардами, а рядом умиротворённо расхаживают жирафы. 12 тысяч представителей африканской фауны поселились недалеко от Абудаби. Никаких клеток и вольеров. Животные спокойно живут среди людей. Как в центре каменных джунглей появился сафари-парк, узнаете прямо сейчас. 50 лет назад этот остров площадью 87 квадратных километров представлял собой бесплодную равнину с обнажившимися каменистыми породами, соляными залежами и изредка встречающимся кустарником. Всё изменилось после того, как бывший президент Арабских Эмиратов захотел отдохнуть от городской суеты и почувствовать себя частью первозданной природы. Шейх Зайд Ибн Султан Аль-Нахайян превратил это место в заповедник, высадив более полмиллиона деревьев и поселив 12 тысяч животных. Жирафы, антилопы и страусы. Чтобы избежать перенаселения, пришлось также завести хищников, гепардов и гиен. Мариус Принзлу, главный управляющий сафари-парком, рассказывает, что таким образом шейх Зайд хотел научить людей беречь природу. Шейх Зайд называл этот заповедник арабским ковчегом. Он зовёт сюда животных в надежде на то, что это научит людей ценить природу, дорожить и охранять естественную среду обитания. 40 миллионов литров пресной воды поступает на остров с материка. Таким образом, ежедневная потребность в живительной влаге у растений и животных равна объёму 17 олимпийских бассейнов. Шесть лет назад сафари-парк открылся для всех, кто желает насладиться дикой природой, покататься на квадроциклах и прогуляться по соляным залежам. Чтобы туристы могли остаться здесь с ночёвкой, резиденция шейха была переделана в отель. А в прошлом году появилось ещё две гостиницы. Одна из них, Аль Сахил Виллас, работает для тех, кто мечтает ощутить настоящую африканскую атмосферу. 30 охотничьих домиков, разбросанных на просторах саванны, обеспечивают гостям комфорт и полное уединение. Когда выходишь на улицу, ощущение, что ты в Африке. Тем не менее, здесь немного чувствуется местное арабское влияние. Такая незначительная деталь, как, например, осветительная арматура, выдаёт истинное местоположение. Ресторан отеля с символичным названием «Саванна Гриль» специализируется на африканской кухне, предлагая сочную мясную вырезку из ямбабвийский деликатес, пюре и сладкой кукурузы. У нас работают повара не только из Южной Африки, но и из Намибии, Кении, Уганды. Так что здесь представлена полная картина африканской кухни. Стоимость одноместного номера составляет примерно 435 долларов в сутки, в зависимости от сезона. Если вы устали от городской суеты, мечтаете прикоснуться к миру дикой природы и готовы к захватывающим приключениям, вам прямая дорога в Аравийский сафари-парк. Из залитого солнца Моравийского полуострова перенесёмся в суровую Аляску, где к животному миру относятся не менее бережно и заботливо. Здесь расположен уникальный центр спасения полярных медведей. Если малыш становится сиротой, что часто происходит по вине охотников, специалисты Центра защиты природы спасают его от верной гибели. Сначала проводится полное обследование здоровья найдёнышин. Затем Американская зоологическая ассоциация решает, куда его определить. Медведица по имени Ахпун после спасения попала в зоопарк Аляски. Сейчас ей уже 15 лет. Недавно у неё появился друг из России по имени Лютик. Парочка неплохо ладит и вскоре в зоопарке надеются на пополнение. Для медведя очень важны первые три года жизни, когда, находясь рядом со своей мамой, он учится выживать. Животные, которых нам присылают, теряют родителей гораздо раньше. Находясь с раннего возраста среди людей, они вырастают в абсолютно неприспособленных к дикой природе особей, потому уже никогда не вернутся в естественную среду обитания. В ближайшем будущем здесь собираются создать транзитный центр для полярных медведей. Реализовав проект стоимостью 8 миллионов долларов, можно будет приютить гораздо большее количество белых медведей. Антидепрессант, иммуностимулятор, мощный афродизиак и антидот чувству обиды. Его роскошный аромат устраняет комплекс неполноценности, развивает чувство юмора, купирует реакции на стрессы и повышает работоспособность. В древности врачи использовали масло дамасской розы для определения психологического состояния пациента. Если нанести его на браслетную область запястья, то через полчаса у людей с психическими расстройствами запах приобретает выраженные кислые ноты. У тех, кто лобилин к внешним обстоятельствам, розы засахарятся. А если в аромате появляются терпкие оттенки, значит человек имеет сильный характер и устойчивую психику. Сегодня жидкое золото используют в косметологии и парфюмерии, но далеко не все знают о его тайных свойствах. Каких? Ответ в нашем сюжете. С раннего утра на благоухающих полях Болгарии рабочие собирают королевские цветы, чтобы превратить их в жидкое золото. Именно так называют розовое масло за его густоту и сладковато-горькие медовые нотки. Дамасская роза – лучший источник ароматного эликсира. Ее влажные лепестки полны золотой росы. После того, как бутоны срезаны, их как можно скорее везут на фабрику, чтобы они не успели потерять форму. Цветочная индустрия обеспечивает сезонной работой около 40 тысяч человек. Климатические условия Болгарии и уникальная почва превратили регион в самую протяженную розовую долину. Здесь налажено крупнейшее в мире производство эфирного масла. Низкая температура с утра около 50 градусов по Цельсию, днем увеличивается до 25-30. Такая погода лучше всего подходит для выращивания дамасских роз и способствует высокой выработке в них жидкого золота. Влажность и частые осадки также имеют важное значение для королевских цветов. Масло дамасской розы – царственное косметическое средство. Оно обладает мощным регенерирующим свойством. Достаточно добавить пару капель ароматного эликсира в обычный косметический крем, и вы вскоре почувствуете его омолаживающее действие. Мелкие морщинки разгладятся, овал лица подтянется. О воспалениях, раздражениях, отечности и кругах под глазами можно будет забыть. Чтобы получить 1 литр абсолюта, необходимо 4 килограмма розовых лепестков. Цена 100% натурального продукта, который используют для создания элитного парфюма, достигает 10 тысяч долларов за килограмм. Болгария – мировой лидер среди экспортеров жидкого золота. Исполнительный директор крупнейшей компании по производству масла Филипп Лисичаров говорит, что спрос на розовый концентрат растет с каждым годом. Мы отвечаем за безупречное качество масла, которое производится на нашем заводе. К нам приезжают покупатели со всего мира. Франция, Великобритания, Германия, Швейцария, Испания, США и Япония – эти страны главные импортеры болгарского масла. Сезон сбора дамасских роз начался 10 мая и продлится до 15 июня. Жители Караганды на днях испытали культурный шок. Придя в музей на выставку античных скульптур, посетители очень удивились, когда к ним уверенной походкой зашагал каменный Адам, а древнегреческая Афина закружилась в дефиле. Дети потеряли дар речи, а взрослые достали фотоаппараты, чтобы запечатлеть невероятное шоу. Наши региональные корреспонденты собственными глазами увидели, как оживает искусство. Древнегреческие боги-завоеватели – творческие покровители. Появившись в полумраке, они занимают подготовленные места в экспозиции под бурные аплодисменты зрителей. Необычное представление – дебютная работа дизайнера Евы Шкабары. На суд зрителя она представила 10 коллекций древнегреческой тематики. Каждый образ имеет свою смысловую нагрузку и перед выступлением продумывался до мелочей. Было всё мною придумано. То есть образы, естественно, уже какие-то есть определённые. В интернете очень много различных примеров. Но, естественно, это моя интерпретация. То есть, как оно есть. В моих мыслях я так перенесла на свои работы. Удивительное зрелище, в котором холстом выступает тело человека, зародилось в Европе. Впервые живые статуи появились на знаменитом бульваре Ля Рамбла в Барселоне. В Караганде исторические образы на себя примерили не только профессионалы, но и обычные школьники. По всем правилам актёры абсолютно неподвижны. Цветовая гамма костюма и грим идентичны цвету подлинных памятников архитектуры. Неожиданная, но плавная смена статичной позы, улыбка или приветствие вызывают большой интерес и в некоторых случаях даже лёгкий испуг у зрителя. Бал живых скульптур проходил на фоне выставки работ из фондов музея «Музыка, форма и духа» в сопровождении световых и звуковых эффектов. У каждого художника уникальные стили техника. Представленные фото и видеоролики рассказали посетителям об истории древнего искусства и творчестве карагандинских скульпторов. А жители шахтёрской столицы с большим интересом, но некоторой осторожностью, фотографировались с ожившими статами. Таким был «Мир без политики» глазами наших корреспондентов сегодня. Если вы в курсе интересных событий, знакомы с неординарным человеком, знаете необычную историю и готовы об этом рассказать, пишите нам в Твиттере, а также следите за нашими аккаунтами в социальных сетях. А мы всегда найдём, чем вас удивить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова